Которые были до этого, представляя Сергея Калининг, я домогался его по триферу в 2013 году, чтобы он приехал ко мне и выступил на бизнес-завтраке, он говорит, а я еще и не в Москве, я говорю, да где же ты живешь за 1000 километров, вскоре, и он впервые в 2013 году приезжает, бизнес-завтрак у меня был по утрам, я говорю, слушай, я в 6 утра приезжаю на пофиг, ну ладно, я тебя встречу, я его встретил. Покатил на машине, мы посмотрели городную площадь, поехали в Starlight Diner, позавтракали, и потом был бизнес-завтрак, причем был и Дима Терлейн, и Сергей, да, и вот прошло 4 года, он снова сегодня приехал в 6 утра, и мы после 7 утра сегодня Сергея встречали, ехать в Starlight Diner завтракать, и приехали мы сюда, поэтому без слова. Спасибо, Рома. Да, у нас есть такая уже образовалась старая добрая традиция, вот, я сразу приношу извинения, я буду немножко тут двигаться и немножко хромать, дело в том, что добрые хирурги буквально неделю назад сделали одну мою ногу гораздо красивее и лучше, чем другую. Вот, но говоря о всяком балансе, даже несмотря на прооперированную ногу, ну я не мог отказать Роману просто, просто никак. Да, да, вы знаете, что касается, я вот могу процитировать Дмитрия Терлея, да, я профессионально занимаюсь развитием, порядка 12 лет как бизнес-тренер, 15 лет как коуч, 17 лет как вузовский преподаватель, и в том числе на программах MBA, и 25 лет как практический психолог. К вопросу о психотерапевтах, не к ночи они будут помянуты. Вот, и вы знаете, маленькая такая ремарка, да, с Романом мы стали общаться на тему тайм-менеджмента, но, знаете, по факту, например, как бизнес-консультант я занимался внедрением стратегического управления, описанием формализации бизнес-процессов, как я в таких случаях говорю, и другими скучными вещами. Вот, но в последнее время я вот все-таки больше вернулся к психологии, да, и вот тема про цели, про ценности, про то, вот как это пересекается с нашим временем, любимейшая вообще мозоль, да, кто про что голый пробанил, вот, ну, наверное, психологи, психотерапевты про ценности, они готовы говорить долго и много. Но, давайте, я хотел бы очень такое, краткое такое резюме, да, потому что Роман, на самом деле, он очень такой смелый человек, в том плане, что он приглашал тут и Дмитрия Атерлея и прочих. И, знаете, я когда вот увидел состав спикеров, я был в таком немножко в ужасе, я думаю, что ребята делают замечательный проект, да, вот у них есть вот это, я видел эту замечательную методичку, вот эти 8 ценностей, которые вы сформулировали. Роман сказал, что вы собираетесь их там сократить как-то до 3, я думаю, все замечательно, я говорю, сейчас набегут эти самые психотерапевты и сейчас они вам объяснят, что ценность это на самом деле не ценность и что это вообще все очень запутанно и все очень непросто. И, да, вы знаете, очень-очень простой пример, да, любовь это ценность, так, все чувствуют подвох, так, притихли сразу, да, ценность, конечно. Конечно, американские психологи, психолингвисты проводили очень интересные исследования, когда разворачиваются отношения между мужчиной и женщиной, их заинтересовал вопрос, когда он и когда она готовы в этих отношениях вот использовать это высокое слово, то есть просто его произнести. Знаете, как оказалось, да, мужчины готовы произнести слово любовь, когда уровень сексуального возбуждения превышает некий средний порог, то есть это химия, физиология чистейшей воды, тогда они готовы пустить в оборот вот эту самую, вот эту монету. С женщинами все сложнее, да, естественно, они начинают позже это слово использовать в отношениях, и это коктейль из трех эмоций, как вы думаете, каких по отношению к мужчине? Доверие. Абсолютно точно. Еще два. Восхищение и уважение. Как вам чаша, ценность вроде бы одна и та же, любовь, да, но как вот там вот на чаше весов. Но я, смотрите, я на самом деле не хочу вот как бы подливать масло в огонь, да, я хочу сказать как, что сегодня во всех социальных науках, в том числе там психологии в той же самой, в том числе в аксиологии, да, аксиологии, это вот наука на стыке там философии, психологии, наука о ценностях. Там господствует такая точка зрения, которая называется социальный конструктивизм. Только что Дима Атерлей говорил, что такое реальность. Реальности объективно и не существует, реальность она субъективна. Вот как мы договоримся, то и будет для нас реальностью. То же самое в отношении ценностей. Не переживайте сколько их будет, 5, 10, 3, 8, 28. Не переживайте, как вы их назвали, точно, не точно, любовь, не любовь, там как угодно, да. Вот опять-таки поддержу того же самого Диму Атерлея. Вопрос в искренности, да, вопрос в открытости и насколько мы готовы к диалогу, насколько мы готовы обсуждать это. По поводу управления, основанного на ценностях. Я говорю из моего опыта, да, с чем сталкивался я. Вот вы проделали огромную работу и, знаете, очень здорово наблюдать вот те шаги, те этапы, которыми вы идете. Сейчас подстерегает очень такая серьезная ловушка, да. Вот, ну, про одну мы поговорим, да, потому что где, как ценности конвертировать в цели и, собственно, как эти цели уже там потом реализовать, это один вопрос. Второй вопрос в том, что ценности-то мы сформулировали, как бы их не потерять. Есть два ключевых условия. Первое ключевое условие – это осознанность. Встретились, поговорили, собрались в команды, в рабочие группы, обсудили, записали. Все все понимают, общую эту реальность создали. Замечательно. Бумажку повесили на стену, положили в стол. Дальше что? Вот. Дальше вопрос осознанности. Знаете, по интернету одно время долго гулял такой забавный демотиватор, да, когда там проводится какой-то семинар. И на крупном экране крупными нецензурными буквами написано, а не ерунду ли я сейчас делаю? Вот на самом деле это контрольный вопрос для нашей осознанности. Да, вот когда вы находитесь на работе, я могу сказать честно и откровенно, с моей легкой подачи, ну вот в каких-то консалтинговых проектах, в которых я работал, этот плакат очень долгое время висел у меня на рабочем столе. Вот прямо над монитором, да, вот у меня была вот эта надпись. Я как это задумавшись так поднимал глаза, да, а не ерунду ли я сейчас делаю? Это вопрос про ценности. Насколько ценно то, на что сейчас я трачу свое время? Вот, может быть, вместо листка с ценностями, может быть, на стену вешать вот что-то такое подобное. И смотрите, еще один момент, да. На самом деле ценности нам нужны не всегда, да. Таскать с собой вот этот вот груз, вот этот мешок ценностей, это не очень такая простая задача. Ценности на самом деле нам нужны в момент выбора, в момент принятия решения. И, соответственно, речь идет про какие-то оперативные решения, про какие-то ежедневные решения, да. Вы живете всегда в потоке конфликтующих, на вас постоянно сыпятся какие-то задачи рабочие, да. И вам постоянно нужно совершать какой-то выбор, вот за что хвататься, да. Вот что важнее, первое, пятое или десятое. И на самом деле, вот когда ваш выбор основан на вот этих самых понятных ценностях, знаете, очень много приходилось исследовать управленческую неэффективность. Когда руководитель жалуется на работников, что у них там косяк на косяке, знаете, очень часто это возникает, знаете, это такой заговором молчания. Когда работники, они плохо понимают, вот если я поступлю так, вот руководитель, он будет ругаться или не будет ругаться. Знаете, у них вот отношение, как у маленьких детей, к какой-то такой строгому такому родителю. И, знаете, хуже нет, вот как в семьях есть то, что называется такой непоследовательный стиль воспитания, да. Вот так сделал, тебя накажут, вот так сделал, на тебя наорут, вот этот сделал. Знаете, и там вот сотрудники, они похожи на таких вот зайчиков с большими глазами, да. Потому что вот, что бы я ни выбрал, все это будет плохо, я буду виноват, на меня там наорут, а еще и, не дай бог, там накажут рублем или еще как-то. Если люди искренне и откровенно говорят о ценностях, даже если сотрудник оказывается в ситуации вот этого конфликтного выбора, да, за что мне хвататься? Вот у меня срочных там пять задач, да, вот за что браться? Если ценности прозрачны, вот здесь уже можно включать некую логику и рассуждать. Так, вот какая ценность у нас более приоритетная, что в данной ситуации может быть важнее? И тогда, кстати, не страшно подойти вот с этими рассуждениями и с этой логикой, обратиться к своему руководителю и сказать, знаете, я вот думаю, вот у меня вот возникла такая ситуация, что срочно надо и вот это, и вот это, и вот это, но как бы исходя из наших ценностей, я решил, что я берусь вот за эту задачу. Это хороший выбор, это правильный выбор. И когда ценности прояснены, да, вот, понимаете, нет этого страха. Нет страха, что руководитель тоже поведет там себя как-то неадекватно. Он скажет, ну да, наверное, твоя логика верна. Или, может быть, он опять-таки с точки зрения этих ценностей эту логику подкорректирует. И смотрите, еще тоже такой вот последний момент, да, по поводу ценностей. Я не случайно сказал, что сейчас вот мы живем в эпоху такого социального конструктивизма. Знаете, вот очень интересно было слушать всех предыдущих спикеров, да, когда вот особенно говорили про жизненные ценности. Знаете, люди говорят, что как будто это некие какие-то константы, да, вот кто-то говорит, что это инстинкты врожденные, кто-то говорит, что это какие-то стороны там нашей жизни, от Бога там, от природы, откуда-то они нам даны, да. На самом деле не всегда это так, да. Ценности, в том числе и наши жизненные, они создаются, они конструируются. Знаете, как я всегда привожу очень тупой такой маркетинговый пример, да. Знаете, самую провальную модель компании Cadillac. Ну, когда она еще была там самостоятельной компанией. Это так называемый розовый Cadillac, там, по-моему, 54-го года выпуска. Когда они собрали там три маркетинговые лаборатории, изучили там несколько тысяч женщин и решили создать идеальную модель для женщин. Ну, просто стало все больше женщин с водительскими правами, эмансипацией и так далее. Это был суперавтомобиль, где была там отдельное встроенное там зеркальце там с отсеком для пудры, где там была там хранилка там для чулков, что-то, что-то такое вот. Были предусмотрены вот все какие-то вот эти мелочи. Это самая провальная модель по продажам. Потому что никто не догадался, что женщины, когда они садятся за руль, они вообще-то хотят конкурировать с мужчинами. И это вообще как-то не круто, ездить на вот этом самом розовом Cadillac. Вот, то есть это модель, которая за всю историю компании была продана меньше всего раз. И, ну, собственно, меньше всего было продаж, и самые большие убытки компания понесла. Нечто подобное говорил Стив Джобс. Он говорил как, что если мы начнем людей спрашивать о ценностях, мы никогда не предложим им такую ценность, которую они действительно захотят. Поэтому ценности, в том числе и наши личные, да, и в нашей жизни, они создаются. Вот только что, о чем вы сейчас говорили, когда говорили о жизненном балансе, да, ценности ко всему и прочему, они нестабильны, они меняются. И, вы знаете, к вопросу о ценностях, о наших ценностях, всегда надо добавлять еще вот момент, то, что в психологии называется личностный смысл, индивидуальный смысл, который зависит от ситуации. Потому что, извините меня, когда она ему говорит «я тебя люблю», и когда он ей говорит «я тебя люблю», поправочку надо определенную делать. Да, в какой ситуации это говорится, кем это говорится, и что за этими словами на самом деле стоит. Вот, поэтому я к тому, что вот есть формулировка ценностей, есть переживание ценностей, а есть практика ценностей, есть созидание ценностей, есть проживание ценностей. Поэтому вот на самом деле вы сделали первый шаг, то есть вы договорились об этих ценностях, вы создали вот эту некую общую реальность. Если дальше вы будете достаточно осознаны и достаточно открыты, если дальше вы будете принимать решения и выстраивать свое поведение в соответствии с этими ценностями, ну, поверьте, все будет хорошо, все замечательно, и все у вас получится. Вот, вопрос следующий, да, как вот увязать эти самые ценности с этими самыми целями, и целей всегда много, и действительно откуда у нас возьмется на них время. Есть вот такой вопрос, который, знаете, на самом деле, опять-таки, вездесущие американцы пытались проводить исследование, насколько вот у людей развита какая-то рефлексия, попытка там какого-то самоанализа. Вы знаете, только порядка 4% людей возвращаются назад и пытаются как-то анализировать свои неудачи, свои промахи. Вот, представляете, да? То есть нам проще схватиться за что-то новое, нам проще переключиться, нам проще отвлечься, да, мы как-то проскакиваем мимо вот этого самого вопроса, да, и не пытаемся в нем разобраться. Вот, ну, а если все же, да, потому что, знаете, если говорить о пределах какой-то нашей эффективности, у каждого из нас есть какие-то свои любимые грабли. Как правило, если у нас что-то не получается, если мы не достигаем каких-то целей, причина-то одна, ну, может быть, от силы две, да, вот есть какой-то персональный механизм неэффективности, да, какие-то шаблоны, может быть, мыслительные, может быть, поведенческие, которые вот не дают нам добиваться этого результата. И, значит, тоже такая маленькая преамбула, порядка 15 лет я, как это, знаете, прочесываю такими редким гребнем, да, разного рода там научные журналы, источники, вот все, что относится к цели достижения, к факторам, и периодически проскакивают очень интересные статьи, очень интересные материалы, да, вот из-за чего причины, вот анализируются причины, почему люди не достигают намеченных целей. Ой, знаете, если брать вот по принципу такого разнообразия, ну, сегодня я накопал там более 30 причин. Вот я хочу поделиться с вами только семью причинами, ну, скажем так, наиболее частыми, это вот такое обобщение, обобщение, обобщение. Значит, вот эти причины, сейчас мы чуть-чуть по ним пройдемся. Значит, первая причина – слишком много целей, то есть когда мы разрываемся. Второе – нет приоритетов. Третье – нереалистичность. Четвертое – нет времени. Пятое – нет прогресса, как бы продвижение к цели, поэтому мы ее забрасываем. Шестое – конфликт целей. И седьмое – нет мотивации. Вот такая вот странная история. Давайте немножко разберемся, да, о чем. Что такое слишком много целей? Сколько их вообще должно быть? Знаете, я всегда, когда, например, провожу какие-то тренинги по тайм-менеджменту в организациях или где-то, я прошу, я говорю, ну, у вас наверняка есть какие-то ежедневники, органайзеры, откройте-ка, что у вас там на следующий день-то записано, сколько там пунктиков, ну, или, может быть, даже на сегодняшний. Вот. Сколько целей – это нормально. Как вы считаете? Не больше пить. Не больше. Одна. Две. А по факту? Нормально столько, сколько сможет сделать. А сколько сможет человек сделать? Ну, все зависит от того, что, конечно, руководитель, можно делить 15 целей, да, потом все граждане. Если исполнить, ну, все. Вопрос. А, мы делегировались. Это именно цели, нарезанные таким образом, что их можно сделать за 30 минут. За полчаса. Три цели в день, я считаю, он делал. Три задачи в день. Если, я не знаю, пошло. Ну, ясно. Хорошо, смотрите. На самом деле, вы правильно говорите о том, что вопрос очень сильно с подвохом, потому что цели, они могут быть разные по своим масштабам, по своим трудозатратам, по емкости самых-самых разных ресурсов. И здесь очень сложно говорить о какой-то такой вот норме. И, знаете, это я все время смеялся, когда, например, на предприятии разрабатывается какая-то система мотивации. Как правило, когда берется рейтинг каких-то мотиваторов, на высших каких-то местах всегда оказывается такая вещь, как непосредственное общение руководителя с подчиненными. Вот. А хорошо. А теперь представьте, что вы руководитель небольшенького такого заводика, тысяч на десять сотрудников. И для каждого из этих сотрудников общение с вами – это очень хороший мотиватор. Ну, если даже на общение мы тратим по пять минут, умножаем, делим – понятно, да? То есть рабочий день руководителя, он уходит, значит, на пожимание рук. То есть это вот что-то такое невообразимое. Хорошо. Но все же, да, вот здесь нужно, здесь очень важно понять, да, я сразу сделаю такую ремарку, да, я буду говорить о личных целях. Я не говорю о целях организационных, потому что тут, конечно, есть две большие разницы. Вот если все цели исключительно к вам спускаются сверху, то тут немножко как бы другие критерии работают. Насколько у вас патагонная система, насколько у вас там есть какое-то нормирование труда, насколько у вас вообще адекватное руководство и адекватное планирование. Я вот эти вопросы не затрагиваю, да. Я их могу затронуть, потому что приходилось заниматься оптимизацией бизнес-процессов, стоять, как это, с секундомером и в том числе заниматься нормированием трудовых операций. Это отдельная история. Давайте мы сейчас поговорим про личные цели, да. Ну, в частности, вот Роман просил именно вот под таким углом, чтобы мы рассмотрели эту информацию. Смотрите, на самом деле наша психика, она устроена очень таким странным образом, да. В том плане, что пока человек жив, да, пока мы живем, пока мы существуем, у нас есть потребности. Соответственно, если у нас есть потребности, нам постоянно что-то надо. Вот, знаете, человек, вот тоже так очень странно, да, у кого-то из предыдущих спикеров, по-моему, вот у Андрея, который рассказывал про восхождение на Памир, да, как у него там тема-то называлась? Гляньте, пожалуйста. Там какой-то был интересный вопрос, на который он, по-моему, не дал ответа. Ну, по-моему, можно ли жить без цели? Можно ли жить без цели? О, хороший вопрос, Калиф, классный. Как вы думаете, можно ли жить без цели? Можно. Цумбайшки? Это как? Поясните, пожалуйста. Потоки? Ну, да, наверное, человек может жить без цели, когда он болен, устал, и он ведет какой-то физиологию в коме, то есть такой, или близко к этому. Наверное, можно жить, как, помните, как в советском мультике был котик такой, да, там, таите-таите, нас и тут неплохо кормят. То есть когда подавляющее большинство потребностей человека насыщено, да, то есть он накормлен, напоен, сыт, доволен, ему ничего не надо, то есть когда он живет в неких тепличных условиях, да, тогда у него нет целей, серьезно. Кстати, знаете, это вот беда современных детишек, и особенно беда современных подрастающих детишек, которые, как это, живут в обществе потребления, и как это, хочешь на, то есть вот их потребности удовлетворяются моментально, а потом родители очень сильно удивляются, а чего это они? В кружок я его запихиваю, он не хочет, там куда-то надо после школы поступать, а ему это не надо. Ну, собственно, вот. И, да, есть на самом деле третья ситуация, когда человек может жить без целей, это когда, когда, ну, тоже, наверное, немножко искусственная такая история, да, когда он, ну, как, максимально утратил контроль над своей жизнью. Я понимаю, что это очень так экзотический такой пример, ну, тюрьма, концлагерь, ну, не знаю, армия, например, да, вот. Я понимаю, что там тоже, может быть, появляются какие-то цели, но когда все решают абсолютно за тебя, да, и самое главное, что когда ты сам пытаешься формулировать какие-то цели, это наказуемо, да, человек прекрасно привыкает жить без целей в каком-то абсолютно таком адаптационном режиме. Смотрите, а что происходит? То есть это вот три исключения, да, когда мы в коме, когда у нас вообще слишком все хорошо, и третье, когда мы не контролируем свою жизнь. Вот тогда у нас нет целей. Как правило, это очень такие кратковременные периоды времени, да, в чем проблема-то? Пока мы сознательны, пока у нас есть потребности, вот знаете, в чем парадокс-то? Что человек – это такая безумная скороварка, которая сама по себе генерирует цели. Без целей можно быть только в каких-то особых условиях. Вот вы не поверите, цели есть всегда у всех. Они как это, генерятся сами собой. И смотрите, как это происходит, да, если рассматривать вот на уровне психики, знаете, как вот в любой, ну, у вас есть люди, кто занимается продажами, да, наверняка знаете, что такое воронка продаж, да, любая там хорошая CRM-система вам там строит, там, первый контакт с клиентом, там, последующие, там, коммерческое предложение, перезваниваем, заключаем и так далее, и так далее, да. Вот. И понятно, почему воронка, да, что у нас там от этапа к этапу, ну, какая-то часть, она сужается, да, какая-то часть клиентов отваливается. Что происходит, да, вот вам та самая воронка, да, что происходит, то есть это такой мотивационный бульон, который внутри нашей психики работает. Как это все работает, да? С чего все начинается? С удивления, с любопытства. Вы можете жить вообще ничему не удивляясь, ничего не любопутствуя? Не можете. Это на уровне безусловных рефлексов, вот громкий какой-то хлопок там на улице, ваше внимание включилось. Да, если это удивление со знаком плюс, да, то есть вокруг нас вот много всего, да, что нас удивляет. Если это удивление со знаком плюс, вот опять мы совпали с Дмитрием Этерлеем, и вот то самое волшебное слово, которое называется желание, да, то есть когда у нас появляется некая хотелка. То есть это такое неустойчивое мотивационное образование, вот вроде бы хочется, вроде бы не хочется, то ли пивку, то ли мороженого, то ли просто поспать, вот некое такое размытое психологии это называют такое потребностное состояние, да, оно очень нечеткое, оно не очень хорошо осознается. Значит, дальше у нас в воронке что? Какие-то из вот этих самых хотелок, они все-таки зацепляются, да, ну не просто мимо красивая машинка красненькая проехала, вот, ну захотелось мне тоже такую машинку красненькую, да. После этого я начинаю про нее фантазировать, про эту машинку, да, то есть мечта – это некое такое устойчивое фантазирование, когда у нас крутятся мысли, когда у нас крутятся какие-то образы, они, как правило, положительно окрашены, да, они вот связаны с какими-то положительными эмоциями, но, вы знаете, мечтать не вредно, мечтать мы можем очень много о чем, и следующая стадия – это интерес, то есть что-то, то есть это уже целенаправленный устойчивый интерес, когда про свою мечту мы начинаем рыть какую-то информацию, мы начинаем к ней подкрадываться поближе, мы начинаем делать какие-то шаги, может быть, да, по направлению к этой самой мечте. И смотрите, это воронка, то есть вот на каждом этапе количество объектов, да, мотивирующих, мотивационных объектов, оно становится все меньше, 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 меньше. И в конце там цель. Сколько их, сколько нормально, вы правильно сказали, никто вам не скажет, да. Есть, если вы откроете какую-нибудь популярную книгу по психологии, там говорят, что люди, которые хоть что-то добиваются в жизни, они одержимы только одной какой-то целью. Ну, да, это вот одна страсть, надо быть вот заниматься только, упереться рогом, там заниматься чем-то только одним, и только тогда вы достигнете успеха. Абсолютно не факт. То есть, ну, есть такая тенденция, есть такая закономерность, но не для всех это работает, и все на самом деле очень по-разному. Вот, да, вот, что самое главное, да, вот в этой, почему я так подробно про это рассказываю? Есть много исследований на эту тему. Когда пытаются, помните первоначальный вопрос, почему я не достигаю своей цели? Потому что люди в своем житейском сознании, они очень плохо различают вот эти вещи. Вот, очень легко они могут спутать хотелку с целью, мечту с целью, интерес с целью, то есть очень легко. И вот не случайно тут есть эти два полюса. Вот на входе этой воронки там только эмоции, нравится, интересно, любопытно, прикольно, хочется. Здесь действие. У кого была блестящая совершенно презентация, барышня в синем забыл, как зовут? У Марии. Мария, как у вас там была формула вашей презентации, какая-то очень классная? По свете равно. По свете равно. По свете равно. По свете здесь. О. Вот. Знаете, я бы даже сказал как, что цели не существует вообще, пока мы не совершаем хоть какие-то действия. В интернете много вот этих смешных демотиваторов, там беги по направлению, не можешь бежать, там иди, не можешь идти ползти, как это, не можешь ползти к цели, ляг и лежи в направлении цель. Есть хорошая мудрость, дорога ложится под ноги идущего. Про цель можно говорить только тогда, когда мы совершаем какие-то действия, направленные вот к этому мотивационному объекту. И я еще раз повторяю, то, о чем вы мечтаете, то, о чем вы фантазируете, то, о чем вы листаете странички в интернете, да, еще. Вот это все не цель. Это все вот этот вот мотивационный бульон. И знаете, а ужас в том, что в этом мотивационном бульоне можно вариться годами. То есть человек может говорить, ох, у меня есть цель, там, купить новую квартиру. При этом он там становится, супер начинает разбираться в недвижимости. Он знает 25 схем, как можно там это все приобрести. Но он ни черта не делает. То есть понимаете, да? А потом он говорит, ну вот в этом году я опять эту цель не достиг. Это не цель и была. Понятно, да? То есть вот когда речь про слишком много целей, цель это только то, ради чего мы что-то делаем. Вот это просто как аксиома. Такое вот, может быть, немножко странное определение. Вторая причина, из-за чего мы не достигаем цели. Нет приоритетов. Вы все прекрасно знаете про такой инструмент, как матрица Езенхауэра. Знаете, да? Два вот этих параметра, срочно, важно. Теперь вопрос на засыпку. А что такое важно? И что такое срочно? О как! Ну, серьезно. Я понимаю, что вы устали, что конец дня. Что значит важно? А то что? Последствия можно выразить положительными и отрицательными. Это за что тебя могут приказать? А то срочно наказать. Причем вопрос о развитии в деньгах и так далее. Вот смотрите, ну очень вы классный ответ даете. Знаете, как вот психологи это называют, есть внешний локус контроля, когда меня кто-то контролирует, да, и когда, вот если я это не сделаю, то меня, значит, накажут, и мне там прилетит. Вот. Да, есть, конечно, внутренний локус контроля, когда мы сами принимаем ответственное, обоснованное решение, которое имеет какие-то серьезные основания, да, и вот. Слушайте, я понимаю, что вы устали. Вопрос-то с подвохом. Мы какого вообще тут говорим про ценности? Важно. Это что такое? Важно. Это как раз вот критерии соответствия ценностей. Смотрите, приведу, приведу очень такой простой пример, да, и тут тоже интересный момент, может быть, не про все проговорено. В одной компании провожу тренинг навыки оперативного управления, значит, и там очень смешная история, как, значит, заказчица, руководительница этой фирмы чуть ли там не матом-перематом ругает, значит, своих там девушек, которые, значит, у нее менеджеры, они плачут и говорят, вот, мы принимаем такое решение, она нас ругает, мы принимаем такое решение, она нас ругает, вот, а она говорит, они дураки, они тупые, вот у них нет, вот чем они думали, а ситуация какая? Действительно, когда одновременно возникает 2-3 задачи, вот, они говорят, мы уже боимся принимать, да, при этом сама руководительница жалуется, что они меня дергают по мелочам, что они по каждому пустяку мне телефон обрывают, пусть вот сам, они уже настолько зашуганные, что они, знаете, начинаем проговаривать, я говорю, хорошо, вот перед вами там три вводные ситуации, да, вот, понятно, что в один момент времени вы можете решать только одну задачу, вы можете двигаться только к одной цели, вот из тех трех-четырех вариантов, вот, что вы выберете, да, и тут вот вступает вот этот самый критерий важности, знаете, они очень долго, но, естественно, это надо все проговаривать вместе с руководителем, и почему я говорю, почему так важна работа совместная над ценностями, знаете, у них мозги, как со скрипом, они начинают думать, ну, наверное, в первую очередь надо, если у нас там что-то горит, в буквальном смысле, да, наверное, первой должна быть решена задача, от которой зависит безопасность бизнеса, то есть, если эта задача не будет решена, это вот возникнет реальная угроза, возможно, это будет финансовая угроза, возможно, это будет угроза, связанная там с контролирующими органами, там, еще как-то, как-то. Хорошо, вторая по приоритетности задача, какая? Ну, вот, они договорились до того, бизнес это не богодельно, мы работаем ради прибыли, поэтому вторая в приоритете задача, та, которая даст максимальную денежную отдачу. Ура, договорились. Дальше возник спор, очень интересный. Третье по приоритетности задачи, ну, да, первое, мы тушим пожары, ну, делаем, чтобы устранить какие-то угрозы непосредственные, потом мы зарабатываем деньги. Третье, удовлетворенность клиента. Дальше началась битва, я сейчас уже не помню, ну, это их решение, да, я вот только в роли модератора выступал, потому что кто-то сказал, не, сначала клиент, а потом деньги. Кто-то говорит, не, сначала деньги, а потом клиент. Вот, вот как? Как бы вы ответили на этот вопрос? Я на самом деле не знаю правильного ответа, потому что это зависит от ценностной системы компании. Ситуация зависит. Вот, да, потому что кто-то может сказать, а мы монополисты, мы на трубе, мы краник вправо, краник влево, и что нам эти клиенты, поэтому у нас в приоритетах деньги. А кто-то говорит, а мы клиенты ориентированные бизнес, все деньги, которые нам приходят, это клиентские деньги, поэтому сначала интересы клиента, пусть даже в ущерб нам. А на третьем месте, но я, смотрите, я просто к чему, да, как правило, когда люди не выполняют цель, да, скорее всего, они не понимают ее приоритетности, они просто не понимают, вот совершенно замечательно сказал Максим, был просто вот отличный слайд, да, что за каждой целью обязательно стоит ценность, за каждой целью обязательно стоит ценность. И если мы какую-то цель не достигли, да, ну извините, не ценности была, то есть не важно, наверное, на самом деле. Вот. Кстати, очень хорошо тоже позадавать себе вопрос, а что значит срочно? Это как? Здесь и сейчас. Сейчас. Важно, не сейчас. 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 Слушайте, все. Но это все применительно к тем же ситуациям. Опять-таки, деньги не интеграли, сказать. Да, естественно. Вы зарабатываете с период времени. Если у нас цель срубить бабла, избежать из страны, мы говорим о периоде времени, пока не поймем. Полгода будет. Тогда на клиенту подпевать, все срочно делаем, и ладно. Если мы говорим про долгосрочную перспективу, хотим работать в компании, здесь и вопрос клиента, и вопрос полномерного развития, поэтому надо отправить, как сказать, эти цели. Какая она? Долгосрочная, краткосрочная и так далее. То есть надо все же идти, наверное, от каких-то действительно внутренних ценностей, которые мы хотим. Да, то есть на самом деле к вопросу срочно надо добавить маленькое такое уточнение. Срочно для кого? В отношении кого? В контексте какой ситуации? Потому что, знаете, например, критерий срочности, он имеет отношение и к вам. Поверьте, даже то, что вы говорите, что срочно надо сделать прямо здесь и теперь. Вы не волшебники, вы не сделаете вот так, да? На любую трудовую операцию у вас есть какие-то определенные затраты времени. То есть все то, что вы делаете, вы делаете с определенными затратами времени. А теперь согласитесь, какие-то вещи вы делаете легко, быстро и просто, а какие-то вещи вы делаете долго, мучительно, срочность в итоге от кого зависит? От вашей компетентности, от вашей тренированности, от скорости вашей работы, да? Вот понимаете, да? Потому что вполне возможно, что если это будет сидеть сотрудник-новичок, да, какую-то задачу он будет воспринимать как мега срочная, у него будет от этого дикий стресс, потому что он будет элементарно бояться, что ему не хватит времени сделать эту задачу так, чтобы были удовлетворены там остальные стейкхолдеры, ну, ради чего, ради кого эта задача делается. А для вас, для опытного человека, может быть, это будет абсолютно несрочная задача. Вы знаете, так, я вот тут успею кофейку попить и еще что-то сделать. Ну, понимаете, да? Я вот просто к тому, что чаще всего, когда мы не выполняем какие-то цели, мы неверно оцениваем важность и срочность. Вот из-за чего это получается. То есть мы недостаточно глубоко понимаем, насколько это важно, и мы не соотносим вот эту срочность со своими способностями, со своими возможностями. Третье, из-за чего не достигаются цели. Нереалистичность. Бывают, как вы думаете, нереалистичные цели? Это зависит от времени. Какой период примет? Можешь геористичные цели? Да ладно? Летают же! Сплошь! Не возникает. Ну, смотрите, я сейчас не вспомню, как это называется. Есть очень такой вот интересный парадокс, что человеческий мозг не может превзойти сам себя. Знаете, грубо говоря, какие бы фантазии мы не придумывали, в нас уже встроены некие ограничения, которые не дадут нам придумать что-то такое, что в принципе неосуществимо. Вот понимаете, да? То есть мозг, он в себе эти ограничения. Знаете, если бы людям в 19-м, в начале 20-го века рассказали бы про современные спортивные мировые рекорды, или про то, с какой скоростью будут ездить автомобили, вам бы сказали, не, ну это фантастика, это сказка, это нереалистично. Тем не менее. Кстати, знаете, до сих пор ученые не могут найти объяснение современным спортивным рекордам, потому что они во многом даже противоречат там биомеханике и, ну то есть даже просто физиологии человека. А тем не менее, да? Вот, ну я, знаете, я не хочу вас как бы в какую-то вот совсем фантастику, да? На самом деле здесь нужно подходить немножко с другой стороны, да? Как правило, любые цели вполне реалистичны, если есть достаточно ресурсов, потому что вы правильно стали говорить, да? Смотря за какое время, да? Смотря, извините, сколько землекопов будет, да? Смотря, сколько инвестиций туда вложить и так далее, да? Вот, это может быть нереалистично с точки зрения какого-то вот нашего ближайшего горизонта, да? Но в принципе эта цель достижима, вот. И смотрите, тут вот есть, ну как бы два таких, что называется, контрольных вопроса, да? Кто-то из спикеров про это говорил, я сейчас не помню, по-моему, опять же, все тот же самый Дмитрий, да? Что внутри нас, почему мы чего-то не достигаем, почему у нас что-то не получается? Внутри нас встроен вот этот контур самоограничения. Мы сами себе говорим, это невозможно, у меня не получится, вот. И все, знаете, это как приговор, да? Вот как только мы решили, что все это нереалистично, да? Ну все, на этом какие-то процессы достижения цели, они останавливаются. Лечатся двумя вопросами, да? Чего конкретно мне не хватает, да, для достижения этой цели? И что для этого нужно сделать? Ну, то есть, вот, откуда эти самые ресурсы можно взять, да? Как их можно привлечь, как их можно достать? Да, вот четвертая причина, да, которую называли чаще всего, нет времени. Открыточку видите? Ну, что, собственно, в сутках 24 часа, и это, опять-таки, ровно столько же, сколько у всяких там Стивов Джобсов и прочих великих людей, у вас столько же, да? Здесь логика очень простая, да? Если мы не достигаем каких-то целей, вот куда-то наше время девается, куда-то оно тратится. На что? Куда? Да? Вот дополнительно 25 час в сутках вы не найдете. Время можно только перераспределить, да? И здесь вот нужно очень хорошо подумать. Ну, тоже сейчас вот доберемся, поговорим про это. Да, из-за чего, опять-таки, цели не достигаются, из-за чего их бросают? Нет прогресса. Про это тоже уже сегодня говорилось, да? Нам кажется, что мы слишком медленно двигаемся. Есть такое понятие, как целевая усталость. Вот мы строили-строили, уф, все, забыть, и вообще с глаз долой, и сердце вон, то есть человек сам уже не рад, да, что он к этой цели двигался. И самое ужасное, что иногда вот это вот истощение буквально, знаете, за вот полшага до цели, когда она почти уже достигнута. Да, здесь все очень просто, да? Как я отслеживаю и как оцениваю шаги к цели? Вот здесь должно быть что-то, знаете, вот предельно простое, типа, я не знаю там, как это, зарубки на прикладе. Вот, да, вот что-то такое простое, да, что позволяет вам какие-то эти успехи отслеживать. Да, конфликт целей. Здесь есть два варианта. Либо это прямо противоречащие цели, хотя это тоже очень такой скользкий вопрос, вот когда говорят о вот балансе, там, работа, личная жизнь. Противоречащие цели. Либо строить карьеру, либо там создавать семью, рожать, воспитывать детей. Противоречащие цели. Не всегда. Обоснуйте. Ну, ответ может быть и такой, и такой. Вы абсолютно правильно. И не всегда тоже может быть ответом. Девушки, чего молчите-то? Секретный отпуск. Любой вред. Любой вред в карьере. Говорит, что мы с карьером строим. Мы не знаем, что такое аварийность. Ну, кто-то тебе может сказать, что-то. Совсем. Собственно, как и одна, и другая тема, требует времени. Понимаете, на самом деле, тут понятно, что эта проблема, она в любом случае имеет решение. То есть, кто-то себе намечает некий час икс. Условно говоря, до 28 я строю карьеру, после 28 рожаю и живу семейной жизнью. Кто-то решает, что это можно вполне все это сделать параллельно. И опять-таки, знаете, я не случайно говорю, что мы сейчас живем в эпоху, как сказать, вот этого социального конструктивизма. Как договоримся, так и будет. Говорят же, что там самая счастливая страна мира – датчане. То есть, ну, у них же там мужчины в основном воспитывают детей и уходят в декрет, и сидят с детьми. Ну, собственно, по российскому законодательству тоже никто не запрещает. Если у женщины карьеризм получается лучше, почему бы и нет? Тут я подчеркиваю, тут вопрос, как договоритесь, насколько искренне будете, насколько будет взаимное согласование ценностей и вот это взаимное принятие ценностей. Но на самом деле, конечно, цели чаще всего конкурируют за ресурсы. Вот это более болезненная история, когда вроде бы цели совершенно разные, но опять-таки в сутках 2-4 часа, если цели требуют финансовых инвестиций, наша работоспособность, она тоже ограничена. И здесь вот тоже вопрос, ну, где-то, наверное, это связано с такой проблемой, когда мы неправильно оценили приоритеты, но вот в связке еще есть недооценка ресурсов. Да, и нет мотивации. Я, знаете, я тут хотел поместить небезызвестную картинку Артемия Лебедева, но решил, что как-то будет это очень неаккуратно по поводу мотивации. Да, тут кадр из какого-то ситкома, да, когда, значит, менеджер коряво формулирует, говорит, станьте заинтересованы, и девушка с каменным лицом говорит, я сделала это, все, заинтересовано. Вот, и он говорит, очень хорошо, все, мотивация создана. Вот, да, ну, вы понимаете, да, что на самом деле это так не работает, да, мотивация, мы говорим, то есть наш резервуар энергетический, да, вот это наша психофизиология, которая имеет корни, в общем-то, и в физическом нашем состоянии, и в эмоциональном нашем состоянии, и в четкости какого-то нашего там понимания, видения там перспектив будущего, и в силе вот того самого намерения, о котором говорил вот Дмитрий, о котором говорят там всякие эзотерики и прочее, да, то есть вот все это есть. Но, знаете, я могу сказать очень тоже такую простую вещь, да, к сожалению, вот если мы говорим о психологически зрелой взрослой личности, это термин, да, поверьте, никто вас не замотивирует, никакие фашисты не придут, вас не заставят, это как в фильме там, о чем говорят мужчины, да, там, поможем разобраться во внутреннем мире, подпись фашисты. Нет, не придут, не заставят, да, только вы сами можете себе вот это настроение создать, и вот это состояние создать. Если вам не нравится слово мотивация, да, можно говорить о, ну, например, антистрессовом менеджменте, да, о том, чтобы сознательно управлять своим состоянием, чувствовать себя, быть внимательным к себе, и как только вы чувствуете, что батареечки-то просаживаются, у вас должно быть 100-500 способов, вот, знаете, как это, взять себя за шиворот и включить, в общем-то, на какую-то дополнительную мощность. При этом, поверьте, я не призываю здесь каким-то таким, знаете, у меня был один бизнес-клиент, дивная питерская компания, очень классные ребята, такие прямо энерджайзеры, они делали яхты, очень классные дизайнерские яхты, да, мы, у нас с ними были мир, дружба, любовь и прочие общие ценности, да, но после того, как, значит, на стратегическом совещании каждому насыпали по дорожке кокаина, вот, я сказал, ребята, вот с этого момента я как-то с вами не работаю, то есть это как-то не пересекает, то есть у них, ну, у них был такой способ, вот, так, договорились под конец рабочего дня, нормально. Слушайте, да, ну вот мы тут не сговариваясь с Максимом, вспомнили старика Альберта, да, вот, опять-таки, поверьте, может быть, я это так немножко рассказываю с шутками с прибаутками, да, вот все вот эти выжимки, это достаточно серьезные научные исследования, был сформулирован противоположный вопрос, да, вот есть 7 причин, почему люди не достигают цели, что является самым главным для того, чтобы мы достигали наших целей. Поверьте, там играет очень много моментов, да, и все, что сегодня говорилось, ну, знаете, вот, например, Георгий, да, вот он, он, например, прекрасную сказал вещь в своей презентации про вот это вот взятие ответственности на себя, да, вот, опять-таки, если не я, то кто же, да, это, опять-таки, такая позиция психологически зрелой личности, хотя, знаете, вот, например, у арабов есть такая поговорка, они говорят, что настоящий мужчина рождается только после смерти отца, потому что просто приходится на себя эту ответственность брать, и ты понимаешь, что ты вот на переднем крае этой жизни, и вот никто, никто кроме нас, никто кроме тебя это не сделает. То есть вот таких факторов много на самом деле, да, но есть три ключевых, опять-таки, три вот как бы универсальных, к которым там уже можно добавлять, дописывать. Значит, вот, хотите достичь целей, очень банальная вещь, но тем не менее, измените структуру расходов времени. Вот хоть ты тресни, вот из ничего, ну, не будет у вас 25-го часа. Вот, если у вас есть какая-то цель, да, и вот вы ее там переписываете из ежедневника в ежедневник, там переносите там с месяца на месяц, с года на год, да, это значит просто недостаточно времени. Извините, чем-то надо жертвовать. Или надо искать какие-то резервы, которые связаны с нецелевыми тратами времени, сейчас этого коснемся, да, вот, или нужно на что-то свои расходы времени сокращать. Вот, увы, это вот так. Второй ключ. Вот, знаете, да, очень важно, чтобы не время вас тащило, а вот про это просто супер, как рассказала Елена. Знаете, как это, гладко было на бумаге, да, забыли про овраги. Есть у нас вот стратегический план, Диэрста колонны марширан, то есть и все вот расписали, распланировали, все как это, четенько, замечательно. Ага, как там цитата Мохаммеда Али, да, что все планы замечательные, до первого пропущенного удара в голову. То есть, да, все планы, это очень хорошая штука, замечательная. Вот, на самом деле, что происходит, да, рано или поздно возникнет ситуация, когда что-то пойдет не так. В Хьюстон что-то пошло не так. И, то есть, нужно принимать вот то, что называется оперативное решение, нужно делать вот этот выбор, да. Мы уже говорили, да, про ценности, про момент осознанности. И вот, понимаете, тут штука такая. Вообще, наша психика, она очень инерционна, да. Вот, тем более, если мы как-то, например, там спланировали свой рабочий день, пришли, начали. Знаете, вот наше сознание, оно такое, как это, под гипнозом. Ну, как, ну, все понятно, все хорошо. Вот, сначала я делаю это, потом я делаю это. То есть, и мы себе вот такую вот инерцию, знаете, это называется такой рабочий поток, да. Мы себе вот этот рабочий поток в голове выстроили, и мы надеемся, что до конца дня вот все прекрасно, хорошо мы сделаем. Тут бабах, что-то произошло. Вот, что происходит? Знаете, есть очень такая замечательная статистика, да. Вот представьте себе банальное отвлечение, да. Вот вы, ну, например, там, работаете с бумагами, да. И, например, какой-то телефонный звонок, который вы не планировали. С каким-то очень простым техническим вопросом. Вы буквально взяли, и вы буквально там в два слова ответили. Сколько нужно времени, чтобы вернуться и на том же уровне внимания включиться в задачу, которую вы делали? Сколько? 27 минут. 27. 27. Ну, я не случайно сказал, что это простая техническая задача. Вот, от двух до семи минут. Если это был сложный вопрос, да, когда вас тоже просили принять какое-то решение, когда вам нужно было искать какую-то дополнительную информацию, чтобы... Там, да, там 20 минут. Вы абсолютно правильно говорите. Вот, вот, вот представляете, да. Вот, я не говорю про какие-то более сложные истории. То есть, как только у нас сбивается эта инерция, мы зависли, мы потеряли, на самом деле, очень много времени. В чем заключается фишка? Было много исследований на эту тему. Вот, как раз изучали именно продуктивных людей. Знаете, как у них это работает? Они, вот этот любой момент отвлечения, они используют как точку принятия решений. То есть, смотрите, из-за чего мы зависаем. Вот мы что-то, что-то делали, раз нас отвлекли, наше сознание начинает ныть. Ну вот, испортили. То есть, мы не можем принять вот это событие, понимаете, да? Мы как бы страдаем по этому поводу и стараемся вернуться в ту же колею, в тот же поток. В поток нельзя войти дважды, в один и тот же. Что делают продуктивные люди? Они говорят, блин, да, вот оно случается, да, вот оно произошло, и что мне делать дальше? То есть, причем они могут не обязательно продолжать то, что делали. Они очень быстро, они очень гибко перестраивают свой план, да? И по факту получается, что они работают гораздо результативнее, гораздо, если вы принимаете решения в пользу каких-то своих целей, в пользу своих каких-то ценностей. Если это не капитуляция, не все пропало, все пропало, да, вот меня отвлекли, тогда да. Ну и смотрите, третья тоже вполне как бы такая очевидная вещь. Мы много про это говорили. Я и другие спикеры в том числе, да, ну вот первый ключ, да, перераспределить структуру расходов времени. Второй ключ, даже если что-то выбивает из колеи, принимать решения в пользу цели. Третье, иметь достаточно энергии и ресурсов. Вот там такой дракон на злате, дракон символизирует энергию, злато, видимо, ресурсы. Смотрите, давайте я просто поясню. Тут тоже это постоянно звучало. Есть, в психологии есть такой термин, дефицитарный тип мышления. Когда человеку говорят, сделай что-то. Ну я не могу, у меня вот этого вот нет, у меня вот этого вот не получится, вот да я не умею, да я... Вот это та самая история, да. Когда, знаете, одни из самых первых тренингов, которые я проводил, значит, это замечательная пивоваренная компания «Балтика». Это было страшно сказать еще там в середине, значит, 90-х. Вот у них была любимая совершенно штука, да, когда в среди ночи они ездили по городу, то есть у них была там эксклюзивная команда продаж, я сейчас не помню по какому там уже бренду пивному, то есть ночью, не предупреждая, они объехали по городу, собрали сотрудников, значит, буквально кто во что оделся, и увезли в лес. Никаких ни мобильных телефонов, ни денег, направления они не знали, потому что там был микроавтобус с этими занавешанными шторками, водитель ничего не говорил. Их было четыре команды. Мы сказали, ребята, кто выйдет из леса, значит, в течение ближайшей недели, с тем мы работаем. Кто не выйдет, ну так уж и быть, мы вас там как-то найдем, выведем. Знаете, что было самое интересное? В каждой команде было по психологу-наблюдателю. То есть это вот человек, который молчал, у него там ничего не было, он просто как-то плелся в хвосте и как это, и фиксировал все реплики. И самое интересное, потом это был разбор полетов. То есть кто какую роль играл, кто что предлагал, кто как себя вел. Потому что, поверьте, по результатам вот этой простой истории были очень серьезные кадровые подвижки, и эти подвижки, они очень серьезно сработали. Ну, знаете, это такие дикие тренинги середины 90-х. Но я к чему? Как только в группе оказывается вот такой нытик, который говорит, да как мы выйдем, да мы не знаем, куда идти, да у нас ничего нету, да даже если мы к местным выйдем, у нас денег нету, чтобы там они нас чего-то куда-то вывели. То есть вот понимаете, да? То есть не все выйдут, да? Да, хорошо. О чем еще я хотел бы сказать? Значит, вы знаете, я вот, то, чем вы занимаетесь, да, вот идет такой мотивационный такой инжиниринг, да, выстраивается система ценностного управления, все это замечательно и здорово, да. Знаете, я, ну, я просто видел компании как бы на пике эйфории вот в подобных проектах, и видел, когда немножечко эта эйфория поугасала. Я, да, я просто что хочу сказать? Знаете, это вот абсолютно нормальная ситуация. Мы никогда не будем жить при коммунизме, и у нас никогда не будет такого, да, что вот наши какие-то личные ценности, наши какие-то личные цели, что вот они полностью растворятся. Ну, знаете, как в свое время шутил еще молодой Жванецкий, когда нет у меня родственников, кроме коллектива. Вот. Ну, на самом деле, это страшная ситуация, когда вы вдруг осознаете, что у вас нет родственников, кроме коллектива, вот, и что все ваши цели, это цели, которые на работе. Поэтому, знаете, здесь не надо пугаться, потому что иногда люди чувствуют себя там такими чуть ли не предателями. Ну, как вот, мы вроде тут вот выстраиваем общие ценности, а у меня вот тут свои какие-то задумки, и как-то вроде это не так. Нет, есть, то есть это нормально, и опять-таки руководство компании, адекватное руководство компании, оно понимает, что у людей есть и всегда, будут свои какие-то цели, да, и надо, в общем-то, уважительно к этому относиться, и надо просто людям давать вот пространство для, в том числе, для реализации своих каких-то целей. Да, я на всякий случай, может быть, вам эта информация не пригодится. Есть четыре, знаете, это, это именно такие конструктивные стратегии. Почему? Потому что стратегии могут быть и деструктивными, да, потому что, если я чувствую, что мои личные цели противоречат целям организации и мои ценности, можно же и революцию устроить, можно же и бизнес развалить, можно, в общем, дров наломать, очень много всяких нехороших, да, вот, вот есть четыре стратегии, которые такие мирные, и которые сознательно, да, наверное, нужно использовать. Значит, ну вот, смотрите, первая стратегия, это стратегия лидера или мастера. Может быть, это не очень правильно, что тут самое главное, да, есть люди, которым могут не нравиться сами цели, но им нравится процесс. Смотрите, да, вот, например, врач, это такая профессия, которая будет востребована, не важно, у кого власть за окном, да, то ли красные прискакали, то ли белые прискакали, врач нужен всем. Вот понятно, да, если я эксперт в своей области, суперпрофессионал, мне, в принципе, пофигу, да, чем там занимается руководство, какие они цели ставят, если они ценят мою экспертность, да, если они не трогают мою какую-то узкую область, я вполне могу в этой организации работать, и мне этого будет достаточно. Почему сюда попадает лидер? Да, есть люди, которые такие прирожденные лидеры, опять-таки, им не важно, вот тут Дмитрий, немножко пошутил от Ирлея, по поводу чего Андрей лез на Эверест, вот, да, вот есть люди, на самом деле, которым все равно куда лезть, да, им важно, чтобы была тусовка, им важно эту тусовку возглавить, построить, в колонны потры, то есть, да, то есть это люди, которые такие прирожденные коммуникаторы, прирожденные лидеры, и они тоже могут абстрагироваться от целей, да, им важен сам процесс, что вот мы все вместе, что достаточно хороший коллектив, что я, мне не важно, что это будут за цели, да, мне важно, что я могу вот себя как лидер, как-то людей объединить, ради достижения этой цели, вот, может быть тут лидер не очень хорошее слово, может быть это какой-то там организатор, или еще как-то так, ну, но тем не менее, да, что такое стратегия автора, вот это круто, да, если вы так можете, если вы компания с прозрачными ценностями, и с открытыми коммуникациями, лучший способ это предложить компании, какие-то свои задумки, какие-то может быть свои инновации, какие-то свои цели, которые вполне могут быть масштабированы и приняты организацией, вот, знаете, как-то так, есть такая вот мифология, да, что в России как-то так это слабо, да, я работал на компании, ну, например, там в финской компании, в шведской компании, то есть это обычное производство, где, где просто было это, вы знаете, в добровольно-принудительном порядке, да, что раз в неделю, там, как это, повесили почтовый ящик, раз в неделю каждый менеджер среднего звена должен проконтролировать, что каждый его подчиненный пишет на бумажечке какую-нибудь идею и в этот почтовый ящик закидывает. народ сначала прикалывался, народ сначала писал там какую-то ерунду, да, потом, извините, когда одного примировали, пошло одно внедрение, второе внедрение, другого примировали, вы не представляете, там этого ящика стало не хватать, туда реально было не запихать эту самую бумажку, вот, да, поэтому это не обязательно делать в такой форме, да, проще всего это делать на самом деле в формате какого-то живого диалога, да, когда можно своими какими-то целями поделиться и ваши цели станут целями организации. И, ну, знаете, как, понятно, что когда я работаю и понимаю мой вклад, это, наверное, идеальный вариант. Третья стратегия, стратегия торговли, она самая банальная, самая простая, когда, ну, в принципе, это вот, наверное, любой наемный работник, вы как-то продаете, вы получаете свою квалификацию в обмен на какие-то блага, вознаграждения со стороны компании. Четвертая стратегия, это то, что называется личностный смысл, то есть, когда вы находите для себя вот какой-то особый смысл в том, что вы делаете. Вот этот человек на фотографии, это Викпер Франкл, да, был такой австрийский психолог, человек, который выжил в концлагере и который, ну, собственно, сформулировал три, знаете как, он изучал тех людей, которые выжили в самых экстремальных условиях. Вот почему? Потому что они для себя в этой ситуации нашли какой-то смысл. Вы можете работать абсолютно на любой работе, абсолютно в любой организации, если вы там найдете для себя смысл. Вот Франкл, он выделял три вида смысла. Он говорил, вот, да, первое, это творчество, то есть, когда, в общем-то, даже какие-то привычные задачи мы решаем как-то творчески, особенно, и, поверьте, никто не заставляет, мы сами это придумываем. Второе, это понимание, когда мы в позиции исследователя, экспериментатора, мы не просто вот здесь находимся, мы пытаемся понять, как система работает, мы изучаем, тогда это дополнительный смысл, и тогда это не так все рутинно, грустно и скучно. И третий личностный смысл это сострадание, ну, когда я в этой организации ради кого-то, по большому счету, когда я кому-то помогаю, когда я вот для кого-то. Так, и, да, давайте я вот очень так коротко, ну, вот я не случайно сказал, что с Романом мы познакомились на почве тайм-менеджмента, да, и, знаете, приходилось достаточно много заниматься оптимизацией бизнес-процессов и помогать, знаете, такой вот персональный коучинг для руководителей, когда говорят, помоги нарастить вот эту самую продуктивность, научи там достигать больше целей, решать больше задач, и есть такой замечательный этап, ну, когда или я сам, или мои сотрудники, знаете, когда хвостом ходишь за этим руководителем, ну, или даже там за какими-то его сотрудниками, и ведется тотальный сплошной хронометраж, то есть просто заполняется такая фотография рабочего дня буквально там с точностью до пяти минут, да, вот, да, я могу сказать, что в период моего увлечения тайм-менеджментом я, например, в течение трех лет вел сплошной хронометраж своей собственной жизни, ну, просто мне вот было интересно, так вот, я к чему уклоню, плюс есть исследования, тоже можно нарыть, найти эти данные в книгах, в интернете, я сделал открытие, я не побоюсь этого слова, я его назвал проклятие 30%, что это такое? Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, как бы вы ни старались расходовать свое время более целевым образом, 30% вашего времени теряется, даже у очень организованных людей, вот это парадокс, смотрите, как это делалось, я еще раз говорю, человек, который ходил следом за руководителем и фиксировал его время, он потом просил самого руководителя, оцени, пожалуйста, вот какие задачи были запланированы, целевые, полезные, нужные, продуктивные, а что вот непродуктивные траты времени, ну, мусор какой-то, да? И у всех получалось 30%, ну, там плюс-минус, там есть определенный разброс, если брать 8-часовой рабочий день, 30% это сколько? Ну, так. Могу вам сказать вот еще такую вот интересную вещь. Можно ли сократить эту цифру? Нет? Практически невозможно. Значит, те... Не дышать там, не тратить время на дыхание. Вот. Да, вы знаете, на самом деле, вот опять-таки, по моему опыту, да, только, вот, когда люди узнают про эти 30%, у них, знаете, у них кипит наш разум возмущенный, ну, 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 как это так, да, вот, я, я справлюсь, я победю эту историю. Значит, вы знаете, вот, если взять вот за 100%, да, вот, тех, кто начинал бороться за свое время, там, как-то воевать, только у 30% получилось отжать где-то час, вот, от этих двух, да, то есть сделать час еще более продуктивным. Ну, и где-то порядка 40%, им удалось отжать вот где-то 30-40 минут. Дальше да. Ну, да, чтобы поставить точку, вы знаете, все остальное там в ваших раздатках, я, откуда взять этот час, ну, или эти даже несчастные 30-40 минут. Есть всего 7 способов. Вот, да? Первое. Устраните свой любимый поглотитель времени. У каждого, там про закон Паретта вы все наверняка слышали, да? Вот, там тоже работает это правило, да, что 80% помех нашего времени, у вас-то есть раздатка, вы не переживайте. Вот, 80% нашего времени, потерь времени обусловлена 20% помех. То есть, как правило, у кого-то есть что-то любимое. Кто-то пьет кофе, кто-то ля-ля-ля по телефону нецелевым образом. Если вы это уберете, ура, вы победили, это уже очень хорошо. А если жена любимая? Любые... Если не своя, то хорошо. Да, если не своя, то у вас проблем. Я не уточнял, что своя, он просто сказал жена. Любые коммуникации должны быть структурированы. Там, за я, рад тебя слышать, но у меня всего 3 минуты. Извини, 3 минуты прошли, пришли фашисты и обрезали провод, и трубка кладется. то есть, нет, на самом деле это делается вот примерно каким-то таким образом. Значит, да, укладывайтесь в то время, в эти 3 минуты, которые сами себе ограничены. Значит, второе, учитывать индивидуальный стиль деятельности, да, оптимизировать рабочий цикл. Вот смотрите, тут тоже очень такая интересная история. По факту, оказывается, вы так работаете. Я только хотел вам рассказать, да, что есть вот так называемый помидорный тайм-менеджмент, когда 25 минут период работы, 5 минут перерывчик отдых, да, и, ну, на самом деле, вот это рабочий цикл, да, что я хочу сказать, да, вы сказали, что у вас это нарезано там по полчаса, но в чем тут проблема? Если вы хотите работать продуктивно, у каждого человека этот рабочий цикл индивидуален. Кому-то проще работать по 15 минут, кому-то нужно нарезать там по 40 минут, по часу, вот, и, да, и на самом деле, как можно этот рабочий цикл оптимизировать? Вот можно выбрать время, да, наиболее подходящее для себя. Это зависит от многих вещей, в том числе, например, от типа нервной системы, то есть, есть люди, которые там долго входят в работу, у них большая инерция, да, есть люди, которые быстро входят в работу, но при этом они быстро устают, и, соответственно, нужно это ограничивать. Вот здесь надо тюнинговать, тюнинговать здесь. Причем, смотрите, рабочий цикл, он ведь варьирует на разных задачах, да, потому что, если человек, например, экстраверт, да, он может болтать, ля-ля-ля, часами. Если человек интроверт, он 15 минут пообщался, он как выжатый лимон. Для него рабочий цикл, например, там, совещание, или там еще чего-то, вот, вот надо вбиваться в этот промежуток. Здесь надо себя знать, и здесь надо это планировать. Значит, третье, да, это управление работоспособностью. Сегодня упоминалось потоковое состояние, да, понятно, что, когда мы устаем, когда мы, вот, наверное, как вы сейчас, целый день пролетел, да, а тут достаточно много такой информации, вот, знаете, мне показалось, что, вот, например, тот же самый Дмитрий Атерлей, когда вот он рисовал эти каббалистические схемы, он, да, когда он говорил, что цели легко достигаются, когда это привычный образ жизни, в принципе, он говорил про состояние потока. Вот, то, что мы делаем, как бы, легко и естественно, да, вот, находясь в этом потоке, там мы результативны. И, кстати, когда мы находимся в состоянии потока, мы все делаем гораздо быстрее, да, значит, да, четвертое, добыть и подключить суперресурс. Мне звучит странно, а мне очень понравилось, тут, тут все уже было, да, вы пытаетесь только это как-то структурировать и по полочкам разложить. Вот та презентация, которую делала Корене, у нее там было делегировать, а подчиненных нет, кому делегировать? Ну, понятно, да, вот, а здесь все очень сильно зависит от организационной культуры, а кто это такая? Что ты мне пришла тут делегировать? Иди вообще отсюда, да, вот, но тем не менее, да, если удается договориться, да, это, это зависит от отношений в коллективе, это зависит от тех действительно ценностей, которые по факту приняты, да, если люди хорошо друг к другу относятся и помогают друг другу, а почему бы и не делегировать, да, вот это и будет ваш суперресурс, это не обязательно другие люди, здесь надо подумать, вы можете сэкономить время, если вы что-то такое вот привлечете. Знаете, как кто-то сказал, да, есть вот эта таймэнджерская поговорка, да, что надо там, там два лесоруба, один там рубит дерево ржавым топором, другой там топит, точит топор, да, а третий идет, покупает хускварну, и у него, да, и у него все хорошо, он просто привлек правильный ресурс и пилит эти деревья, значит, со скоростью, с какой надо. Вот, здесь нужно думать вот таким образом, если вы хотите вырвать себе вот этот час, да, какой суперресурс, за счет чего я могу ускориться, что я могу привлечь. Ну, пятый пункт, это чистейшая воды кайдзен, и это чистейшая воды, понятно, оптимизация бизнес-процессов, упростить, сократить, или вовсе исключить какие-то рутины. Не делайте то, что можно не делать. Желательно, обсудив это с руководством, чтобы потом, потом осадка не осталась ни у кого. Значит, шестое, да, совместное достижение, синергия целей, здесь по принципу, когда, когда можно одновременно, да, выполнять две цели. Вот, здесь надо как-то подумать, да, я, знаете, я, я не буду приводить все эти красивые примеры, потому что они такие книжные, да, сегодня вот любовались в окно, как там детский сад у нас бегает, я еще не, не удивлюсь, что офисы их родителей окнами выходят на этот самый детский сад, да, опять-таки больше всего, больше всего таких компаний в Скандинавии, насколько я знаю, вот, опять-таки, если верить со слов преподавателей, Стокгольмской школы экономики, где я учился, да, где, ради бога, да, приводите с собой детей, и, ну, там, там какие-то условные перегородки существуют, да, чтобы они там не путались под ногами, не мешали работать, но почему бы не соединить эти две цели вместе, да, почему бы их не объединить, ну, и смотрите, седьмой пункт, он где-то пересекается с третьим, да, с управлением работоспособностью, вовремя восстанавливайте силы, то есть, если вы хотите управлять вот этим своим рабочим циклом, да, перерыв, перерыв, вот, да, будем восстанавливать силы, друзья, если у вас, как это, крайнее слово, да, если вы посмотрите раздатки, да, у вас там есть много всяких наводящих вопросов, и я думаю, что вы их при желании для самостоятельной работы, если вы там над ними поразмыслите, я думаю, у вас там многое прояснится и встанет на свои места. Я готов ответить на любые вопросы, в том числе и за кадром, да, поэтому спасибо за внимание. Друзья, запомнил финальный цикл, мы закончили всех психотерапевтов, и у нас остались реальные дуэры. Прямо сейчас там сидят два топ-менеджера. Один владелец и основатель Иви.ру, Олег Туманов, и Дима Кипкало, который создал МОС-ИГРУ. Десять минут на кофе, и сюда. Спасибо.